Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Как вы помните, в прошлой части мы апнули 1 миллион рейтинга, а также перешли на 13 этап чемпионата. Ещё я почитал комментарии, вы мне все писали про Витяка Плей, у которого аж 2 миллиона рейтинга и 4 престиж, и что я на данный момент похуже, чем он прокачан. Но на самом деле, ребята, я нигде не говорил то, что я прям суперкрутой ютубер по Кэтс, я просто его снимаю, вам это нравится, я на самом деле доволен. Сейчас я в эту игру, к тому же, не так уж и много играю, потому что мне больше нравится Last Day on Earth. Так что, блин, я даже не знаю, из-за этого у меня прокачка не такая уж и мощная. Ну, в общем-то, ребят, сундуки я подготовил, давайте мы всё это вместе откроем. Также на ставках я немножечко вещи прокачал для нашей тачки. Ну, давайте посмотрим. Неплохие такие вещички. Открыл также легендарный сундук, с которого мне выпало, получается, колесо легендарное на комету. Давайте даже мы его сейчас посмотрим. Это ролик, по-моему, золотой даже. Ой, не золотой, что-то я путаю. Этот, военный. Вот, смотрите, мне выпал такой вот ролик на комету. Потом я хотел прокачать на проныру вот это вот колесо, но понял то, что оно у меня на валу. Ну, такой, ну, ладно, блин, не повезло. Дальше что ещё мне выпало? Мне ещё выпала какая-то оружка легендарная, и, по-моему, это была пила. Я даже не помню, на самом деле, для чего она. Ну, может быть, даже не пила, но мне выпало, короче, сразу две легендарки. Также у меня сейчас подготовился ещё один супер ящик, который вот только что вы по звуку слышали открылся. Вот, видите, у меня здесь на Титан вот такая вот пила. Но я её ставить не буду, потому что Титаном абсолютно не играю, и, блин, даже не знаю. Мне не очень повезло с этой легендаркой, но, на самом деле, я рад, что у меня их было две из одного сундука. Это круто. Откроем для начала вот этот вот ящик, вот, потому что он у меня не готовый. Давайте посмотрим, что в нём есть. Так, скутер, жало аж на пять звёздочек, проныра на три слота для оружия, и вроде бы всё. Окей, блин, также у меня здесь бонус на четыре звёздочки. И, наверное, я, ребята, посмотрю эту рекламку, потому что бонус может быть достаточно стоящий. Так что, ребята, сейчас я вернусь. Итак, ребята, мы продолжаем, и выпадает мне вот такой вот классный катер. Кстати, жалко то, что он всего лишь на один слот для оружия, так можно было его сделать основным корпусом. Ладно, давайте посмотрим, что у нас из других сундуков выпадет. Откроем этот обычный ящик. Неплохая циркулярка, её можно будет куда-нибудь влить. Ну и остальное, ну, ненужное. Всякий хлам, короче. Смотрим, что из этого ящичка. Так, дрель, катер на два крепления, но слишком мало звёздочек. Так что он не очень крутой. Кстати, смотрите, сейчас я нахожусь на первом месте в моей золотой лиге. И меня, наверное, никто не обгонит, так что я на нём так и останусь. Это, на самом деле, хорошо. И открываем последний супер ящик. Посмотрим, что из него нам выпадет. Так, комета. Дальше пирамида. Ну, видите, только одни звёздочки. А, вот, кстати, четыре. Ну, хорошо. Ну, проныра такая. Ну, не знаю, блин, две звезды как-то не очень. Лазер на одну звёздочку. Кстати, ещё ни одного лазера у меня не было на две звёздочки. Только на одну и на одну. Ну, с военными лазерами вообще мне не везёт. Окей, ребят, давайте мы возьмём нашу тачку и посмотрим, что она из себя представляет. Я уже давно ей не играл. Но вот тут у меня немножечко повысилась прокачка. Вот здесь вот для колеса повысилась. Потом для близнецов. И вроде бы сам корпус я немного прокачал. Ну, и вот этот вот импульс. Ну, давайте пойдём в бой, посмотрим, что наша тачка из себя представляет и сможем ли мы перейти в следующий этап. Ну, тот мощный парень так и остался. Не знаю, получится ли у нас его выиграть. Если, конечно, получится, будет хорошо. Ну, атака у нас уже почти на 6000. Если мы два выстрела и мы успеваем, то мы спокойненько переходим. Так, всех пока что убиваем. Хорошо, идём. С этим что у нас? Ой-ой-ой, Найдмэр. О, привет, это же мой подписчик. Я видел в комментариях под прошлым роликом он писал. Это очень прикольно. Так, его мы выиграть, к сожалению, не можем. Мне нужно прокачать немножко хп. Но сколько, я пока что не знаю, если честно. Давайте ещё раз с ним попробуем сыграть. Это тот же парень, которому мы победить не могли. Так, ну, блин, я даже не знаю, сколько у него урона на этих двух ракетницах. Мне самому нужно урон прокачать на 500 где-то, чтобы я его с двух выстрелов убивал. И ещё мне нужно хпшечку прокачать. Но как это всё сделать, на самом деле будет очень тяжело. Хотя я знаю, у меня кое-что есть для этого интересненькое. Хпшку мы сейчас, наверное, сможем даже немножечко прокачать. У меня одно интересное колесо есть, которое я сюда не ставил. Но не знаю, сколько оно прибавит. Вот что меня немножко напрягает. Надеюсь, оно прибавит больше, чем это, и будет классно. Блин, зачем я перемотал самый зад? Мне отсюда ещё дольше будет, наверное, искать это колесо. Да, блин, надо было всё-таки с самого начала. Ладно, давайте сейчас по-быстрому пролистаем и, короче, поставим это колесо. Надеюсь, то, что оно будет прибавлять более-менее, так, ну, нормально хпшечку. Потому что я его тоже немножечко пытался вкачивать на ставках. Но, увы, блин, что-то ставка не прошла. Потом ещё одно с этим колесом не прошло. И, в итоге, что-то как-то не очень с этим колесом получилось по прокачке. Но всё равно хп оно прибавляет побольше. Так, ну, теперь у нас уже есть немножечко хпшечки. И что теперь? Мне нужно прокачать атаку. Но, может быть, если у меня хп хватит на два его выстрела... А, там же у него лазер. Мне нужно его по-любому из двух выстрелов убивать. Ну, давайте посмотрим. Сейчас он меня убивает с ракетниц? Нет, сейчас он меня не убивает с ракетниц. Так что сейчас мне нужно тупо прокачать немножко атаку. И всё. И потом мы уже полностью готовы. Скорее всего, я сделаю это именно с вот этой ракетницей. Не знаю, будем сюда вливать либо оружие, либо что. Может быть, просто вот эти вот комплекты можно влить. Не знаю, 258. Так, ну, 3000 есть. И, блин, даже не знаю, хватит у меня этого или нет. Но, скорее всего, нет. У него там нормально так урона. Может быть, сюда ещё одну. Ну, давайте в другую ракетницу, что ли, вольём. Вот в эту. Ну, давайте сейчас посмотрим. Сейчас мы вроде бы как должны его побеждать. И спокойненько переходим в следующий этап. Смотрим. Отлично. Всё, переходим в следующий этап, ребята. Ну, на самом деле, этап был не такой уж и сложный. Это всё-таки моя ракетница пока что очень хорошо решает. Так, здесь мы вроде бы не отлетели. Всё окей. Здесь быстрее убиваем парня. Кстати, уже скоро у нас золотые детали. Это, на самом деле, очень хорошо. Идём мы просто замечательно, на самом деле. Так, смотрим дальше. Ну, здесь... Ооо, вот это было жёстко. Вот это было жёстко, ребята, если честно. Так, ну давай, не убей настолько. Блин, как же он только что высоко взлетел. Это было офигенно. Я бы, на самом деле, сейчас остановил. Ещё раз с ним бой посмотрел. Но, блин, и так очень долго. Но, блин, ещё... Сейчас мы это сделаем, и будет ещё то же. Это тупо. Ну, а так очень красиво было. Я бы, блин, реально пересмотрел. Мне очень понравилось. Так, кстати, этот у нас Титан был неплохой. И смотрите-ка, меня здесь какой-то парень побеждает. Вот это да. Вот это неожиданно. А как это так-то вообще? Как он меня так побеждать-то стал? Боже, вот этот вот момент, когда 13 боёв выиграны, и одного чувака-то не смог победить, это самый отстойный момент. А кого мы там победить-то не смогли? Он ещё где-то в заднице. Там это проныра. А как это так он меня побеждает-то? Я что-то даже и не понимаю. Давайте ещё раз посмотрим. Так, а это мне надо вообще дофига хп прокачать. Ничего себе. Давайте ещё раз посмотрим. Блин, ещё я с ним не могу подраться, потому что я у него медальку уже давно забрал. Приходится вот так вот искать его. Так, давайте ещё раз посмотрим, сколько у него хпшечки остаётся в конце. Так, вот, давайте. Ой, да тут вообще хп чуток прокачать, чтобы его с одного выстрела убить. Ладно, давайте ещё немножко прокачаем нашу легендарную ракетницу, и тогда уже можно будет отправляться в бой. В неё я волью, знаете, наверное, что? Можно вот это влить. О, и, кстати, у нас прибавится один уровень. Но это для чего? Для классики. А, это для кометы. Ну, давайте вольём, в общем-то. Не будем экономить. Аж плюс два уровня. Ничего себе. Ну, всё, у нас на максимум это ракетница стала. Здесь у нас тоже на проныру. Ну, давайте немножечко тоже вкачаем. А то я вообще ни одного уровня сюда не вкачивал. Так, денежку у меня не хватает. Я по-быстрому это, наверное, продам. И сейчас вот это вот сюда волью. Так, и вот это хватит? Нет, не хватает, блин. Это очень тупо, когда денежек не хватает, на самом деле. И приходится всё продавать. Ну, окей, давайте сейчас попробуем того парня убить. У нас немножечко атаки прибавилось. Если всё получится, будет хорошо. Давайте его найдём для начала. И потом я уже, наверное, просто поставлю драться. Если мы его убиваем, то просто как бы в записи я это пропущу. Потому что это всё очень долго. Так, нет, не убиваем. Ещё чуток надо. Так, а мне нужно 3799 атаки вроде бы. Я не успел на его ХП, на самом деле, посмотреть. Всё так быстро происходит. Ну, вроде бы примерно столько. Так, ну давайте тогда вольём сюда вот ту нашу пилу, которая мне выпала с легендарного ящика. Надеюсь, что всё будет окей. Так, вот она. Ну, давайте попробуем. Плюс 91. Недостающие монеты, наверное, купим, чтобы время долго не тянуть. Так, 3799 мне нужно. Блин, ну давайте эти пилы, что ли, продадим. Окей, и это вольём. Так, плюс 45. И вот это ещё. Хватает? Блин, не хватает. И вот это тогда по-быстрому. Всё, теперь у меня точно хватает. И давайте сейчас мы по-быстрому, короче, всё это пройдём. На всякий случай я ещё раз проверю. Проверю. Ну нет, хватит против урона. Так что давайте, ребят. Сейчас мы закончим. И я, наверное, просто это вырежу из моего ролика. Итак, ребят, вот мы и перешли на следующий этап чемпионата. Это уже 14-й. И мне выпадает супер ящик. Давайте его откроем и посмотрим, что из него такого интересного выпадет. Пока что у меня очень классный стрик из мгновенных переходов. И это очень классно. Возьмём, пожалуй, подкову, потому что клубничка – это какая-то девчачья наклейка. Она мне не очень нравится. Неплохой скутер мне выпал, кстати, это хорошо. И для тактики мне, для этой, ну, её спиннера вообще что-то стали все называть. Ну ладно, давайте её тоже так будем называть, чтобы крутился с лазером. Вот мне, короче, выпала проныра. Ну, неплохо, неплохо. Давайте посмотрим, что у нас по противникам в этом этапе чемпионата. Здесь у нас хватает народу. Первым мы убиваем. Он был достаточно мощный. И то, что мы его убили, меня это радует. О, как же он сильно улетает. Если бы не улетел, мне бы кирдык настал. Так, а тут что? Отлично, очень потно, но мы его забираем. Дальше. Ой, тут вообще много чего-то урона у этого парня и здоровья. Очень-очень. А, а это что? Давайте-ка, отлично. За два выстрела убили. Хорошо, что его лазер не успел по мне выстрелить. Если бы успел, мне бы настала бы попа. Так, дальше что у нас? Ой, мощный чувак. Сейчас лазерами ваншотнет. Вот говнюк-то, а. Сколько же у него там здоровья-то, а. Так, ну это меня не ваншотит. Но мне надо здоровье сейчас прокачать, чтобы меня тот парень не ваншотил. Либо, знаете, атаку я, наверное, лучше прокачаю. Блин, атаку мне придется жестко прокачать против этого прыгуна еще. Против этого парня. Ну, нормально. Так мне придется в этот раз прокачаться, да. До пяти тысяч мне придется где-то атаку прокачать. Это жесть. Это полная жесть просто. Здесь меня вообще с одного выстрела убивают. Ну да, мне придется атаку до пяти тысяч прокачивать и еще хпшечку. Потому что здесь парни уже помощнее. И видите, я даже не смог войти в топ-6. Это жесткий парень. Попались. Не знаю, что с ними будем делать. Наверное, все-таки придется очень сильно прокачиваться. И смотреть, что у меня по новым деталькам. Либо мне придется без записи снова на ставках прокачиваться. Либо мне придется сейчас что-нибудь такое интересненькое придумывать. Так, сколько это колесо? Пятьсот тридцать три. А если я вот это поставлю, у меня не больше хпшечки будет? А больше. Это хорошо. Тогда смотрим дальше. Тут у меня точно не больше будет. А что у меня, кстати, по корпусу? Может быть, у меня выпала какая-нибудь прикольная проныра? Давайте-ка посмотрим. Может быть, все-таки выпала. Или, знаете, мне выпала какая-нибудь классная комета. Вот. Я что-то тоже не обратил на это внимание. У меня же есть колесо для кометы. Можно будет тоже попробовать, если что. Так, я катер вот только что смотрел. Там ничего интересного нет. Только на одно крепление. Вот такая вот у меня есть проныра. Я не знаю, можно ее попробовать или нет. Но, блин. Если взять, конечно, то у меня ракетница. Только вот эта останется. И плюсик у нее от корпуса не будет. Но будет хпшечки побольше. Хотя даже хпшечки не будет побольше. Потому что... Ну, блин. Я не знаю, на самом деле. Если только эту тактику пробовать. Но, блин. У меня лазера даже такого мощного нет для этой тактики. Давайте посмотрим, что у нас есть по кометам. Если что, ребята. Посмотрим, посмотрим. Может быть, ящики еще набьем. Что-нибудь в этом роде сделаем. Но все-таки, блин. Очень тяжело будет перейти с этого этапа. Ну, тут реально мощные попались чуваки. Так. Здесь у нас есть неплохая комета. И я даже не знаю, взять ее или нет. Просто у меня для нее таких прям вещей суперских-то и нет. Но вот самая, которая сейчас у меня классная сборка. Так это вот эта тачка. Для другой, блин. У меня вообще вещей что-то нет даже. Ну, блин. Здесь только если процентики прокачивать. И потом уже отправляться как бы в чемпионат. Это очень тяжело будет на самом деле. Так. Здесь у нас что, ребят? Здесь у нас ставочки. Я даже не знаю, на самом деле. Здесь какие-то колеса не очень устойчивые. Мне кажется, вообще этот просто возьмет и перевернется, блин. Зачем на него все ставят? Давайте просто рискнем и поставим вот на этот катер. Потому что, мне кажется, все-таки, смотрите. Здесь заднее колесо достаточно большое. Плюс еще сзади ракетницы. Ну, и в центре ковшек. Мне кажется, все-таки перевес будет назад. И тачка эта может перевернуться. Ну, давайте посмотрим. Очень рисковая ставка. Реально очень рисковая. Но все-таки я рискнул. Так. У меня тут серия из 80 побед. Попробуем сейчас нескольких ребят убить. Если убьем, то будет хорошо. Наберем немного сундуков. И также наберем на них вот эти коронки. Тоже будет неплохо. Сейчас дождемся ставки. И потом уже можно будет заканчивать. Снова, блин, какой-то мощный чувак. И, блин. Нет. Реально мощный. Он у меня с двух ударов затащит. Я, пожалуй, его пропущу. Чтобы не сбивать серию. Так. С этим мы за два выстрела спокойно справимся. Отличненько. Это, скорее всего, бот какой-нибудь был. Потому что сейчас мне попадаются чуваки уже реально золотыми деталями. Кстати, я без записи могу тоже посидеть. Немножечко понабивать, короче, коронки для сундуков и тому подобное. И в итоге мне может выпасть какая-нибудь золотая деталька. Потому что мы уже, получается, на 14 этапе. Это еще один этап до следующего. И как раз-таки, да, есть шанс на золотую детальку. Это очень хорошо, ребят. Если что, по времени я тоже переходить здесь тоже не буду. Как-то не очень хочется. Потому что, ну, стрик побед, там, многовенных переходов. Это очень классно. Мне все-таки не хочется. Так. Тут убиваем. Отлично. Не хочу его вообще никак сбивать. Там, блин, у меня был момент, когда я случайно сбил. Перешел на втором ранге, блин, этой дурацкой тачкой. Получается, ну, доставки, которые делал. Здесь вот я на первом ранге перешел. В этом ничего такого нет. Тоже прикольно. С коронкой. Ну, блин, вот из-за этого седьмого этапа я, блин, коронку свою профукал. Это по-дурацкому. Ладно, давайте посмотрим ставку и потом уже будем заканчивать. Ну, блин, это, наверное, будет потно. Я, на самом деле, не уверен даже. Отличненько, ребята. Ставка прошла. Это супер. Как же так мне повезло-то, что я угадал-то, а? Ой, хорошо просто. Окей, валим его. Сейчас он просто у нас уедет к этой стенке. Замечательно. О, у него ник был Роман. Не повезло тебе, Роман. И выпадает у меня колесо для катера, к сожалению, а не для проныра. Это тупо, это тупо, потому что я все-таки хотел для пронырки моей, чтобы она была еще более мощнее. Ну, снова на катер. Все эти скутеры у меня, вот просто посмотрите. Все скутеры у меня тупо на катеры выпадают. Это очень странно. Вот просто какой-то намек, чтобы я играл катером или что. Я что-то не понимаю. Вот здесь вот, ну, для проныра это не в счет. Вот, смотрите. Да, блин, где для катера? Я помню, у меня были колеса для катера. Ну, ладно, тут я немного лоханулся. Оказывается, у меня только один скутер для катера. А, вот еще один. Просто я что-то, ну, так смотрел всегда. И мне казалось, что у меня так для катера много скутеров. А, оказывается, не так уж и много. Ладно, ребята, я уже немного заговорился. Мы уже и так неплохо сыграли. Перешли в следующий этап чемпионата. Немножечко подняли себе рейтинг. Набили немного сундуков. И, в общем-то, у нас прошла такая неплохая ставочка. Достаточно спорная. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите комментарий. Дайте мне знать, нравится ли вам то, что я снимаю кэтс. И всем огромное спасибо. Удачи и пока-пока.